Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос Это читали вчера, да? Тут галочкой отмечено Толкование Бесам не позволял говорить для того, чтобы научить нас не верить им, хотя бы они говорили и правду Толкование это чье это? Нет, он не толкует Погромче Блаженного феофилакта Видите, бесы даже если они правду говорят, то им не надо верить А почему? Они потом будут уже, может быть, процент неправды уже говорить А 99 правды и все, они кепку снимаются Уже человека совратят на ложный путь Вот так вот и приходят к власти какая-то там партия, правители Могут правду говорить, а потом уже склонятся и ложь Называется популизм, чтобы быть популярным среди народа Там такие лозунги, что землю вам дадим, свободу, воля Все, и дали такую землю И такой народ закабалили Ну или народы точнее, одну шестую часть суши После того, как большевики к власти пришли Они же много чего обещали А чтобы не попасться на такие вот ложные обещания Нужно читать Слово Божие, молиться, поститься Тогда Господь тебя направит И направит по нужному пути Какого-то сдаст наставника, человека Или даже по книгам ты будешь руководствоваться Как говорил Игнатий Бринчанинов Что такие времена будут, что по книгам Потому что не будет таких истинных наставников Часто они куда-то не туда и введут нас Батюшка там, какие-то вымысли человеческие Почему прямо не по писанию, по толкованию святых отцов А придумывать что-то другое Поэтому иногда, ну это надо по обстоятельности смотреть Что в книге Трехтомник есть Или к истинному православию Поднимите голову Отшатнитесь от столика Стойте напряженно Так вот Не надо верить Хотя бы они говорили и правду Это я уже по отношению к людям тем говорю Которые лукавят, хитрят Иначе если они найдут кого-либо вполне доверяющего им То чего не сделают проклятые Примешивая к правде ложь Так и Павел запретил пытливому духу говорить Сие человеки рабы Бога Всевышнего Сюда маленькие подойдите поближе Маленькие всегда рядом должны стоять А вы спрятались за спиной Сие человеки рабы Бога Всевышнего Святый муж не хотел слышать отзыва и свидетельства из нечистых уст Но они что неправильно говорили Это из деяния святых апостолов Правильно они говорили или нет Все человеки рабы Бога Всевышнего Так это из нечистых уст Они сейчас правду говорят А на завтра уже что-то лукавое скажут Кашпировский выходил Был такой человек с Библией Но когда-то он открыл ее перед народом Но я не знаю такого момента Нигде не слышал Это в 90-е годы был такой Так называемый целитель Или там чумак Прям вот название Как говорил Солженицын В архипелаге ГУЛАГе Бог шельму метит Чумак как чума какая И все давай там крем положат Он через телевизор начинает бахать чего-то Смышал такое было? Да, и рассказывали И вот положит Библию Ну когда он ее открывал-то? Да не знаю такого И что-то говорит Говорит такой Туман напускает Как я тебе вчера говорил В песне Туман Смысл какой? Я понимаю славить Христа Христос жертва искупительная Это в песнях все есть У нас песня небольшая Это, так сказать, кругозор песенный Мы не зациклились только на одном с чем-то Если брать из баптистов хорошие песни Там ереси если нету Почему не славить Господа? Это понятно становится А здесь о чем слова? Ну вот вчера Отрак спрашивал Белый снег, серый лед Просто взяли мы мелодию На лагерь Стан На стихи Игната Тихонича Это все положили Или точнее слова на эту мелодию Так вот Божественно оно ясным становится Но надо конечно исследовать Потому что написано Исследуйте Писание Ибо вы думаете иметь Через них жизнь вечную Они свидетельствуют о мне Они заучивали даже Вот это место Где это сказано? Раз вы заучили Иоанна 5,39 Понятно Так вот видите Надо искать чистого божественного Истинного учения Почему допустим для вас это скучно? Ну вы еще свое сердце не отдали Иисусу Христу Такого нет у вас волевой решимости Все посвятить жизнь Господу Нету Вот что еще для себя там пожить Там еще что-то Вкусненько съесть А когда Господь коснется вас То это все останется в прошлом Уже в 14 лет у некоторых Даже раньше Встреча с Богом была Господь коснулся Душа познала Христа Душа познала и на коленях На коленях возопила к Богу И к небу руки простерла Это много-много таких случаев Даже в таком возрасте Какой-то 10-14 лет Но это чаще всего Сектантов К сожалению У них этот первый шаг есть Распространен А дальше освящающей благодати нет Священства нет Как говорил Феофан Затворник Три Это призывающие Обращающие Три рода благодати И освящающие Призывающие то есть Призыв есть покаяние Мы смотрели до приезда вашего еще До открытия лагеря Юрий Богачев Ну он баптист Баптист же да Он свидетельство свое там Говорит и поет песни Два часа примерно ролик Угнать не хочет Голос такой у него А был певцом знаменитым Алкашом Тоже знаменитым И он мне открыто говорит Вот это покаяние У меня близкий человек Он не говорит этих слов Что я был таким-то А вот Господь не изменил То есть не было такого Искреннего покаяния Еще цепляется за старое Отвернуться себя не может А этот отвергся Но не в церкви он находится И как это все произошло И как помирился С самым сильным и лютым врагом А кто у него был Самый сильный и лютый враг Юрия Богачева Примирился Как он с лупивкой примирился Теща была А теща потом его не узнала Что с ним случилось Знаменитый на весь мир Он штаты объехал Соединенные Штаты В 90-е годы По 8 раз в каждом штате был 4 года подряд То есть считай По 2 Ну я так прикинул По 2-3 дня Где-то на одном месте А может даже и одно служение И дальше поехал И по штатам В проповеди И через него уже пошло Вот это Многие стали обращаться Ну опять же В сектантстве К сожалению Встреча с Богом Надо Бога искать Бога легко найти Бог это благодать Бог это свет в пути Надо на мир смотреть Не просто С прищуром И ничего ты не увидишь И думаешь Ой В компьютер Быстрее залезь А вот мир Божий Он настолько многогранный Это страницы Господь нам показывает Великой книге Который называется Природа А вот эта книга Библия Это путь познания Тоже Иисуса Христа Через Святое Слово То есть 2 книги Познания Бога Которая перед нами Книга Вот она постоянно раскрыта Вам постоянно Игнать Тихонич Да не только он Говорим о природе Какие птицы Какие деревья Там пойдем сегодня Закормим солодки Это все Господь сотворил Все это из земли Почва производит Силу Она имеет Господь так сделал А мы почву не ценим Особенно русские Содрать ее Перевернуть Загадить Помойка Превращается Превратилась наша страна В помойку Ну Игнать Тихонич Ездил на Дальний Восток И видел Что там Только куда-то свернешь В сторону Для ночлега И все Свалка 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 Везде свалки Ход до Дальнего Востока Не бережем землю Господь другим ее отдаст Может быть вы уже будете жить Не в России Когда будете взрослым А в какой-то другой стране Или в странах Которые расчленятся Это все Нам надо рассматривать Через священное писание Если не будет покаяния То есть Государство Исчезало Народ Или народы Исчезали Их завоевывали Другие народы Тридцать пятого по тридцать девятые стихи А утром Ставь весьма рано Вышел Слушай внимательно И удалился В пустынное место И там молился Вот этот стих Я заучивал наизусть А утром Ставь весьма рано Как-то у нас В школе был разговор Как вставать Ну а почему нельзя поспать И все такое Уже ясно что они рано Не встают Ну я имею ввиду Когда в школу не встают Можно до девяти Говорит До десяти поспать Ну и что это вырастет Ленивая утроба вырастет Девочки так говорят Даже странно слышать Это из христианских семей Я выговорил это родителям Говорю Это ваши плоды такие Ну там что-то они Говорили в ответ Утром встав весьма рано Весьма даже Вот мы встаем Уже солнышко кстати появляется Она нас опережает А вот через недельки Две или три Солнышко позже будет После 22 июня Начинается день уменьшаться И вы будете за солнышком Уже вставать на 15 минут Меньше потом Еще на 15 И дальше До шести доведем Даже до пол седьмого А у нас кто вот последний До по-моему в семь Да вставали уже То есть за солнышко Мы движемся Это такой механизм Господь сделал Удивительный Земля вращается Солнышко встает Вроде как бы солнце Вращается Так нам кажется А утром встав весьма рано Вышел Удалился в пустынное место И что делал? И там молился Прежде всякого дела Начать молитву Ну нам надо кухню обеспечить Водой Гимнастика Чтоб мы бодрые были И молитва Вот с чего Надо день начинать А не с того Что ты сразу К холодильнику К столу Бог телевизор Холодильник Койка Треугольник замкнулся И растет Неверующий Ребенок А дальше Что с него будет? Потребление Потребление Дальше дядя антихрист Тебя на этом Потребительстве И поймает И печать тебе Поставит Так что бы не поставил Вы сейчас слушайте Внимательно Не будьте как все В мире Христианин Это иной Девочки в платочках Будьте Даже в школах Где-то И не стыдитесь Этого Я знаю Таких Которые даже В университете Учатся И учились В университете Из других государств Одеты Как мусульманки Почему у нас Говорится Как мусульманки Мусульмане Это приняли От православных В первые века Женщины так одевались На иконах Посмотрите Где она На каблуках Или еще как-то В штанах Даже говорить Как-то неудобно А вы грудится на иконах Десотка Нету этого А? Вы грудится на иконах Десотка Где ты увидел Бесплотка? Что зовут? Где? Завел На по-моему Бесплотка Если они сюда Где ты? Покажи мне Такую икону Где? Это уж Вымысла человеческие Ненавижу А закон Люблю Надо сказать Нету этого Благочестиво Все одеты А потом Мусульмане Через 6 веков Приходят И они так сделали Это у нас Такая форма одежды И когда в интернете Показывают Девочек Девушек наших Тарасин Отойди Отстоль Не играй Вот иди Шаг назад Сделай Вот То говорят Во, это же Мусульмане А потом читают Православные Это как? И удивляются Как это Православные Вот так вот Благочестивая Одежда Что говорят Главное Внутри Что там внутри Когда ты в штанах Идешь Не целомудренно Одетая И грудь Открыта Кого главное Главное Сердце А почему Апостол Павел Говорит Об этом Что женщины Целомудренне Должны Одеты Петр Да будет украшением Не плетение волос А внутренний Сокровенный Человек То есть Кротость Молчаливость Девочки Даже взгляд У вас должен быть Иной А то Иной раз Посмотришь Как глянет Как будто Лазером Тебя попалило бы Но я Может быть Не о вас говорю Я О ком-то Что это такое Разве этого Не видно В семье Это до того Удивительно Девочка И такая Властная Это не пойдет Это Беда просто Кротко Надо смотреть Этому учат Мусульмане Конечно Они там Стараются Страхом Но все-таки У нас Есть чему Поучиться У них Но у них Главное Что нет Искупителя Вот Они отвергли Искупителя А без искупления Это центральное Так сказать Место спасения Без искупления Нет и спасения А утром Став весьма Рано Вышел Удалился В пустынное место И там молился Симон И бывшие с ним Пошли за ним И найдя его Говорят ему Все ищут тебя Кого тебя Кого тебя Иисуса Он говорит им Пойдем в ближнее селение Города Чтобы мне и там Проповедовать Ибо я для того Пришел И он проповедовал В синагогах Их по всей Галилеи И сгонял Бесов Видите Господь Куда Не говорит Давайте справим Богослужение Или еще что-то По ближним селениям Вот Даст Господь И мы тоже По ближним селениям Хоть Уже какой раз Мы их объезжаем Раньше ездили Даже зимой На лыжах На велосипедах Летом Пешком ходили Было и такое Потом На машинах На одной А сейчас уже Господь нам даровал На газели проехать По всей Евразии Ну и повторно Уже снова проходить Даже некоторые села И третий раз Потому что люди Пройдет год Люди Меняются У кого-то Потерялся там Ближний человек Ну потерялся Ушел в вечность Скажем Что-то случилось И люди меняются Задумываются Поэтому надо Снова Изнести Слово Божие Сеять и сеять Непрестанно Это до самого Скончания века Пока еще есть Время Время Нам Господь Выделил на покаяние Именно вот эта Коротенькая жизнь Сейчас Тысячелетнее царство Игтанты неправильно Солкуют Сейчас оно идет Когда Господь Умер на кресте Воскрес Это начало его И дальше оно продолжается Это то царство Когда может Царствовать Каждый Над своими грехами Тысячелетнее царство То есть Во Христе Побеждать Супостата Вот эти темные сил О которых Я сейчас читал Итак Из прочитанного Вы должны запомнить Что бесам верить Никак нельзя Ну и лживым людям Тоже Потому что Они под водительством Бесов Они могут вам Говорить правду Правду А потом Раз Немножко лжи Правда Полностью Правда Истина В священном писании Но толкование Нужно держаться Святых отцов Иначе Толкуют Например Сектанты Репики Очень по разному И заводят Тоже в сторону Из-за этого Гибнут Потому что Не знают Истинного толкования Нет рукоположения Как Участь Корея Дофана Аверона Книга Чисел 16 Глава Живьем Сошли В ад Знаете Такую историю Занимался В воскресной Школе Что Корей Дофана Аверон Восстали Против Моисея И вместе С детьми Вместе С своим Скарбом Хозяйством Моисей Говорит Отойдите От них И Господь В ад Определил Живьем Потому что Они отделились От той Ветхозаветной Церкви Которую Господь Установил Апостольской Вселенной Православной Церкви Богу Нашему Слава Великие Веков Аминь 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 Спокойном Спокойном